Фермеры, всем привет! Мы с вами продолжаем играть на карте Нью Вудшера, естественно, это у нас с вами сборочка, основанная на модификации сезона на этой карте, и мы с вами продолжаем потихоньку наш второй сезон, он уже заканчивается, то есть, ну как сказать, здесь не будет у нас сезонов, я буду упоминать, что это второй сезон, третий сезон, я не буду этого писать, естественно, в названиях, потому что смысла нету, у нас на один сезон будет приходиться 2-3-4 выпуска максимум. Ну и прямо сейчас я просто вот тестирую ту самую систему, когда я кашу сено, то есть, видите, я еще ту левую борозду забираю, вот это мне не очень нравится, потому что, ну с какой-то стороны это хорошо, с какой-то стороны не очень, вот если бы была немножко поменьше валовая жадка, то у нее бы диаметр был бы меньше, потому что у нас с вами как раз сенокосилка, она раза в два получается меньше, чем валовая жадка, ну или в полтора, из-за этого вот такие вот проблемы возникают, ну в принципе ладно. Собственно говоря, я уже одно поле полностью собрал и наткнулся на очень, очень серьезную проблему, я думаю, что многие уже не знают, многие понимают, о чем я говорю, фишка в том, что силос здесь делается за 72 часа, то есть, трава в силос превращается, и не только в бункере, но и в, как бы, этих самых тюках. То есть, мы с вами делаем тюк, оборачиваем его фольгой, и он не превращается в тюк силоса, а там начинается ферментация, то есть, нужно ждать 72 часа, пока превратится в тюк силоса, прямо сейчас это просто прямоугольные тюки, я их отвез на, как там называется, сарай, то есть, вот сюда, пока что временно там соскладировал. Я очень сильно надеюсь, что за 72 часа эти задания с тюкованием не прокиснут, если это так можно назвать, потому что, ну все, что угодно может произойти, в принципе, активно, и будем посмотреть, на самом деле надеюсь, что все будет хорошо в этом плане, и можно будет потом просто приехать, скинуть все тюки на продажу. Для чего я это делаю? Чтобы не только получить деньги как раз самого задания, но и в надежде на то, что какие-нибудь там 1, 2, 3 тюка станут моими, я смогу их просто продать себе в карман, и заработать таким образом дополнительные деньги, потому что силос, в принципе, довольно-таки дорогой, а деньги нам реально нужны, потому что у нас с вами кредит каждый день хавает по 6000 баксов, но у нас там, в принципе, еще 42 тонны канолы не продано, то есть, это довольно-таки неплохие деньги. То есть, в принципе, по деньгам никаких проблем нету, и помимо всего прочего, мы с вами, безусловно, можем выполнять задания, и задания, ну, прямо сейчас, как видите, у меня все взяты, активные там тюкования, удобрения, задания в следующем сезоне придут, и, опять же, деньги оттуда заработаем, нужно будет обязательно докупить себе полей, это раз, а во-вторых, очень важная задача, давайте выключим сейчас, секундочку, баловую жатку выключим, или не стоит? Да нет, на самом деле не стоит, нужно здесь сделать полосу нормальную. Так вот, у нас с вами есть очень важная задача, это, на самом деле, прикупить себе дополнительные поля, чтобы в следующем году было побольше, естественно, урожайности, и, помимо этого, я хочу попытаться на зиму посадить канолу, я не знаю, канола вообще это озимое растение, не озимое, то есть, нормально там, прорастет ли оно в следующем году, или погибнет под снегом, и дальше расти не будет, потому что у меня было такое ощущение, что на соседнем поле, вот у нас с вами, как раз в начале этого второго сезона, очень быстро проросла канола, очень быстро ее собрали, и, ну, то есть, для меня это было довольно-таки, довольно-таки странно и неожиданно, что она вот так вот была посажена, так что, скорее всего, действительно, ее посадили как озимую, и она нормально проросла, соответственно, мы попытаемся сделать то же самое сейчас, и, глядишь, может быть, в следующем сезоне у нас получится собрать два урожая. Конечно, аренда вот этой всей тюковочной техники, плюс работа на этой тюковочной технике, она занимает огромное количество времени, то есть, вот у меня сейчас 18.49 время, и я его не перематывал, то есть, поскольку я начал там снимать в 3-2 часа по игровому времени, точнее, начал это все делать, и в общей сложности, ну, прошло вот столько часов, потому что там же реально время сейчас, то есть, минута за минутой идет, и вот просто я что-то делал, монтировал, фармил, еще что-то, просто сидел фармил, что-то записывал, время шло, и вот оно пришло к 18.50, то есть, реально, там, 5-6 часов убиваешь на выпуск, но, те, кто играет в фарминг-симулятор, те меня прекрасно понимают, игра не быстрая, то есть, да, действительно, можно что-то перемотать, что-то сделать, а где-то взять на эмита, то есть, ну, это опять же опыт, куда я еду, куда я еду, куда я еду, нет, стоп, фуф, заболтался, секунду, вот там где-то спуск есть, так вот, взять на эмита, взять второй трактор, то есть, на одном тракторе будет на эмит работать, или на комбайне, на втором комбайне ты будешь работать, либо ты будешь сразу с него собирать зерно, ехать рядом с прицепом и быстренько отвозить, то есть, это, естественно, сокращает время затраты, но, все равно, это долго, но это прикольно, я не жалуюсь, еще раз повторюсь, я это уже говорил, я не жалуюсь, я просто объясняю, почему выпуски не выходят каждый день, то есть, вот, почему не получается порой сделать выпуск каждый день, потому что, уж очень больно много времени ты потратил на съемку, потом тебе нужно столько же времени потратить на монтаж, и ты просто физически Не вкладываешься в время, которое есть в сутках Вот и все Я тут специально на этом поле сделал большие борозды Сейчас секундочку, мы до нее дойдем Вот там вот, ну или как-то кучки Я не знаю, как это по-другому назвать Такие специальные Специально-специально сделал их толстыми Именно для того, чтобы посмотреть Насколько легко их будет собирать Или насколько быстро будет выплевываться следующий тюк, например Вот здесь вот одна есть Понятно Нормально он их хавает Слушай, это прикольно Зверь, а не машина Ты посмотри на это Ну естественно, реальная машина с такой скоростью Такую кучу захавать не сможет Просто физически, она просто забьется и все Да и трактор на самом деле на дно сядет А здесь нет, здесь все прикольненько работает Но самое, конечно, долгое это Там не косить, не собирать Это обертывать Потому что процесс сам по себе довольно-таки время затратный Давай секундочку Подцепим То есть процесс довольно-таки такой долгий И вот это нужно проделать с каждым тюком Есть, я так понимаю, другой обертывающий механизм Но он модифицированный В самой игре его нету Нужно будет его попытаться установить И потом проверить, насколько он хорошо работает Потому что вот это вот как раз приблуда Она меня сейчас вынудила отменить задание Которое он там принесет 3000 То есть тюкование на 3000 Это просто жесть Ну и потом кладем с вами И едем к следующему То есть когда это в рамках Я не знаю Сделать еду твоим собственным коровам Это один разговор Когда это в рамках того, чтобы Заработать с этого всего 10 тысяч Ну хорошо, 15 Это слишком мало Слишком много времени тратишь Так вот, давайте на самом деле проверим тюк Мне потому что самому интересно Вот Трава 4000 литров 0.35 созреет через 72 часа То есть это сейчас называется просто прямоугольный тюк Это даже не тюк силоса Так что нам сейчас нужно взять Вот этот вот прицеп И при помощи него все это погрузить И отвезти в сарай А отсюда легко доехать? Здесь только через лес Ближайшая дорога Потому что здесь река Я ездил здесь через лес Здесь не очень удобно Ну ладно, дойдем кое-как Просто вечера на дворе уже 19.20 То есть И опять же я не перематывал Час 20 прошел Вот этим всем занимался Но этот прицеп для подборки тюков Просто восхитительная штука на самом деле Я так понимаю Он и в реальной жизни есть Просто в реальной жизни Скорее всего А надо посмотреть Надо найти видео на ютубе Как им работают Что-то мне раньше в голову не пришло Потому что Скорее всего стараются тюки так раскладывать Чтобы они ровно лежали Если это и есть штука Потому что это еще бабушка надвое сказала Может быть это придуманное Хотя Я вот сколько вот устанавливаю модификации Я кажется еще не одной придуманной Нет ладно одну только видел придуманную Потому что она работает не так как в реальности Ирригационная система полива В реальности она просто поливает Здесь она удобряет И она кстати не попала в выпуск Потому что она жутко ключная Если там чуть-чуть накосячить То тебя через всю карту Твой трактор вместе с этой ирригационной системой Унесет нафиг Потом замучишься вытаскивать Поэтому я решил не показывать Потому что кто-нибудь установит А потом будет меня проклинать за нее Вот А вот эту штуку нужно поискать естественно на ютубе Как это работает Ну то есть я что хотел сказать изначально Что возможно они так раскладывают тюки Чтобы ровно можно было подбирать Потому что здесь она цепляет как бы Ну вот по любому Цепляет и все тут Я пошел включил ютуб У них спереди отвал То есть ну что-то типа бампера Они бампером бьют вот так вот Как раз как и я делаю Только колесами я это делаю Сток сена Он разворачивается Эта штука Она абсолютно реалистичная Она настоящая Эта штука ее подбирает Закидывает туда И делает то же самое Вот только разработчик Зараза Потому что в реальной жизни Здесь три стака в высоту А у него два стака Представляете Че это он не сделал три то Три было бы гораздо прикольнее Можно было бы гораздо больше собирать Как раз в один прицеп Действительно так и работает Прям вот так вот Ну либо просто трактор Старается ровно вот так вот подъехать Чтобы система захватила А че ты не хватаешь А ты не хватаешь Потому что у меня все битком Ладно я понял Извини пожалуйста Но в реальности там три Как раз тюка лежит Таких же прямоугольных Ну и в общей сложности У меня здесь в сарае Получилось три кучи То есть если две одинаковые В одной не хватает Одного буквально стога Давай поехали 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 То вот здесь естественно Будет не хватать довольно таки много Сейчас секундочку Мы это дело довернем Выровняемся И заедем туда Здесь где-то примерно половина Всего на всего Потом просто прицепим погрузчик Вилы И все это дело Перекидаем на продажу Когда пройдет ферментация Прямо сейчас Просто пускай стоит здесь То есть эти задания Можно сказать выполнены Но типа Еще непонятно Будут ли они там висеть Три дня И ждать меня Или нет Или они отменятся Или они заглючат Очень сильно надеюсь Что подождут Все хорошо С этим я покончил Потрачено много времени Но я надеюсь Что я хоть что-то С этого заработаю И у меня прямо сейчас Есть несколько активных Заданий на удобрение Я сейчас перемотаю На утро Секундочку тюкования Это я тоже отменю Это я отменю На пять тысяч Плевать Да Мы с вами выполним Только вот это тюкование Двадцать процентов И вот это Секунду шесть Шестьсот тюкования Нет Вот это на тринадцать Да Тебя тоже долой Все что дешевое Все долой на самом деле Ну что Я тут пытаюсь Заработать пару баксов Удобряю чужие поля Я сейчас уже По идее Должен закончить с этим полем Там дальше Вот то есть Не ошибаюсь Поле нет Десятое Вот там дальше поле Его нужно удобрить Все отлично Контракт завершен Я стараюсь Максимально экономить Естественно удобрения Так секундочку Вот Девятое поле Девятое поле Находится вот здесь Вот Это вот Дальнее И оно довольно таки большое Так вот Мне нужно как минимум Сейчас Тысяч Десять заработать Но сами видите Что заданий Совершенно нету Конец сезона Но в принципе Вот эти задания С тюками Я просто жду Когда они выполнятся И по идее Оттуда должно быть Довольно таки большое Количество денег То есть мне этого Должно хватить На то чтобы Спокойно дождаться Того дня Когда мы с вами Продадим канолу Надеюсь что Все будет хорошо И между делом Я взял на самом деле И засадил Все вот эти вот поля Видите они все желтые Я вчера их засадил канолой Пока что температура Плесовая Дождь пошел Что в принципе На самом деле Очень хорошо Я очень сильно надеюсь Что она дойдет До средней стадии роста И в этой стадии Она не боится холодов То есть если она прорастет То дальше уже Все по идее будет хорошо Она больше не замерзнет И можно спокойно Оставлять ее на зиму Я очень сильно на это надеюсь Потому что Если она сдохнет Получается Я потратил Огромное количество времени То есть еще 2 часа На посев Плюс Помимо времени Еще и деньги на семена Итак У нас с вами в 17 часов Все это добро Должно превратиться в силос Уже седьмой день Поздней осени Нужно будет съездить Проверить поля Что там происходит Давайте сейчас Убираем Секундочку Я очень надеюсь Я очень надеюсь Что это все силос Все тюки собирались В разное время Ну то есть там Были промежутки То есть вот эти Собирались последними Может быть по полчаса Промежуток Еще что-то Видишь здесь Созреет через 3 часа Вау Это жестко Ладно я думаю Что можно начинать Потихонечку работать Включить ускорение Там типа Х5 Вот так вот И потихоньку Это все перекидывать Вот сюда И продавать Ладно поехали Ты там заведен Нет Все окей Сейчас будем Потихоньку Это добро Разгребать Давно Я уже это Дело Не грузил Таким образом Давай пытаться Тихо Спокойно 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 Это у нас с вами Виллы для тюков Конкретно Так что все должно Быть нормально Приподняли Я думаю Что с геймпада Получится Медленнее ехать Мягче То есть не будет Так сильно нас кидать Во хорошо Хотелось бы довести Все это в целости И сохранности Чтобы это добро Не разваливалось Потому что Ну как бы С клавиатурой Это просто невозможно Сделать Думаю уже На самом деле Всерьез Взять и купить себе Тихо Руль Это не так дорого А он в принципе Пригодится Можно будет даже В Евротрак Симулятор Погонять На стримчиках Ну или что Что-нибудь такое Да Ёпараса Сейчас главное Это все не развалить Все Хорош Проедем В принципе Так или иначе Нужно было бы Развернуться Кстати Я не знаю Как с геймпада Это дело Все опускать Поднимать Ага Все нашел 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 Замечательно Ну что Во Пошла доставка Поле 42 19% Что-то как-то фигово Да не находите Смотри в чем прикол Здесь в каждом Стоку по 5 Как раз Тюков 5 тюков Это 25% Доставки У нас сейчас 57% уже Давай 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 Поднимай Не хватает Мощности Во Отлично 5 тюков Это реально много Я понимаю Что ты упадешь Я знаю 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 Не страшно Нам просто Сейчас нужно Завести Вот туда 74% Это 79% Итак Там было Сейчас 95% Этот тюк Дает 100% И это все Наше Это можно Конечно Оставить Для каких-нибудь Там Коров Например Или еще Что-то Типа того Но я предпочитаю Это просто Напросто Продать Давайте Забираем Нашу награду Еще 11000 Неплохо Уже 20-ка И здесь У нас Я даже Не знаю Сколько Сейчас бабок Отсюда Придет Давай Посмотрим Ага Стоп Я сейчас Это была Трава Она Она Не дозрела Но при этом Игра Ее считала За тюки Силоса Можно было Сдать Раньше Чтобы Выполнить А потом Оставить Оставшиеся Тюки Здесь Чтобы Они превратились Силоса Потому что Я сейчас Траву Скинул Траву Она не купила То есть Деньги не дали 97-92 То есть Нужно еще Немножко Подмотать Время Я надеюсь Что будут покупать И все будет хорошо Потому что Предыдущий тюк Он был Травой И он даже Был не травой 866 Это в принципе Неплохо Стоп Стоп Ну Действительно Какие-нибудь Еще задания Появились А это Работаем Секундочку 60 60 с лишним Тысяч 61-62 Тысячи Примерно Ресторан У нас Находится Где-то Здесь У меня Сразу Закрадывается Вопрос Зачем Ресторану 40 тонн Куда Куда он Собирается Это масло Добавлять В еду Точно Не нужно Так Вон Я вижу Куда Это Можно Скинуть Стоять Высыпаем Канолу Слушай Как хорошо Сделано Отсюда Сразу Выезд Есть Правда В лес Но Зато Все равно Он Отсюда Есть Хотя Но В принципе Можно И по Кругу Туда Вернуться 50 тысяч 63 тысячи В общей сложности Ага 55 599 Ну я Немножко Просчитался Да Как видите У нас с вами Здесь посажены Канолы Конечно Удобрения По нулям И Ну ладно Я сейчас уже Удобрять не буду Не страшно Я просто хочу Посмотреть Какая разница Будет Там По идее Разница Не такая Большая Не огромная Так Я просто Помню Что Вот с этих Как раз Трех полей Я собрал 46 тонн Вот и хочу Сравнить До свидания Он у нас С вами 12600 Продается Потому что 5 часов С ними работали Состояние Не самое лучшее Возраст 57 дней Понятно Хорошо Но хоть Какое-то Количество Денег Вернули И естественно Покупаем С вами Вот этот То есть Я его Сейчас И отобью И сверху Заработаю Прямо сейчас Просто С ним Будет Немножко Поудобнее И тут Даже Дело Не столько В удобрениях Сколько На самом деле В извести Когда тебе Нужно Что-то Обработать Известью Ездить Туда Сюда Заполнять Ну Это Такое Здесь Хотя бы 8 тонн Мещается Блин Знакомый Я в каком-то То ли Видосике Тебя видел Или Где-то Еще Прям До боли Знакомая Тележка Вот Прям То ли Вчера То ли Сегодня Я ее Как раз Встречал Нужно Будет Сейчас Посмотреть По истории Как раз Видео Но я Периодически Смотрю Что-то Такое Прикольное Не знаю Мне нравится Про фермы Видосы Вот Самые Сеялки Я не знаю Именно Культиваторы Вся Вот Эта Техника Она Просто Гигантская Итак Давайте Смотреть Что Мне Нужно Дальше Удобрение 24 35 28 35 Это Вот Здесь Справа Где-то Был Да 36 40 Нет 35 Снизу Вот 35 Давай Мы С тобой Вот Так Пройдем Че Че Происходит Ага Я понял Все Как это Работает Смотри У нас С тобой Есть Там Как раз Такая Штука Которую Вот Смотри Мы едем Сейчас Удобряем Я не сразу Понял Что это Так Работает Какая Офигенная Вещь Так Вот Это На клавише Х У нас Нет На клавише Х Мы закрываем Или открываем Разбрасыватель То есть Мы можем Сейчас Выйдем За поле Сейчас Секундочку Ух Здесь тоже Не очень удобно Здесь столбики Так Вот Больше не разбрасывает И Помимо Этого У нас Есть Вот Такая Штука Здесь Вот Она То есть Она Крутится И идет Разбрасывание Если она Не крутится Разбрасывание Не идет Причем Она Я так Понимаю Упирается Просто В колесо И колесо Ее потихонечку Крутит Прикольно Сделано Я даже Не знал Что такое Существует Вау Это Круто То есть Прям Реализм Реализм Я то Вначале Подумал Что Нужно все Правильно Включить Так Контракт Завершен Можно забрать Свои 2,5 тысячи Но Я просто Разбирался На самом деле С этим делом Так 43 поле Это Находится Вот здесь Наверху В общем Я поехал Удобрять все поля Потому что Сейчас здесь Только что посевы были Это из-за зимы Что ли Так вот Рубить деревья Я честно говоря Пока что Больше не хочу Потому что Это такой Немножко читерский Способ Зарабатывать здесь Деньги Слишком простой То есть Мы с вами На протяжении Ну Здесь Вон Огромный лес Растет Его можно Рубить И рубить И рубить И естественно Зарабатывать Большие деньги Но Я хотел бы Именно фермерством Позаниматься Вот действительно Мне это нравится Там Удобрять Пахать Сеять Получать Какой-то урожай Но вот Сейчас я этим Занимаюсь Исключительно Для поддержания Своего баланса Будем стараться Заработать Достаточное количество Денег Я надеюсь Что к следующему Выпуску У нас с вами Уже И первый урожай Канола Созреет И второй Ну а на этом Этот выпуск Предлагаю завершить Да Сегодня Наверное Получится Не очень Большим Потому что Я все это Постараюсь Максимально Коротко Смонсировать Но мы Сегодня Тут Немножечко Прозвлекались Как раз Стюкованием Поудобряли Заработали С этого Денег Продали Всю Как раз Канолу Которая Была Собрана В прошлом Выпуске Пока что По деньгам Держимся В плюсе В таком Хорошем Будем продолжать Разбивать Ферму На этом Пока что Все Если понравилось Пожалуйста Поставьте лайк Не забывайте Подписываться Чтобы не пропускать Новые выпуски Удачи Друзья Пока Увидимся Следующим